Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию наше исследование на тему «Палачи царской семьи. Что с ними стало?». В середине июля 1918 года в Екатеринбурге состоялась зверская расправа над семьей российского императора Николая II. Эту жестокую акцию трудно назвать справедливым возмездием за преступление царизма. Вместе с Николаем II были убиты его жена, все дети и даже члены близкого окружения царя. Убийство было совершено ночью в обстановке строжайшей секретности. Участники операции постарались скрыть все следы преступления, хотя это им не слишком удалось. Советская власть вплоть до середины 1920-х годов отрицала факт уничтожения всех членов царской семьи. Официально было объявлено лишь о расстреле Николая Романова. Сокрытие правды о Екатеринбургской трагедии объяснялось тем, что большевики справедливо опасались негативной реакции на убийство молодых дочерей и тяжело больного сына бывшего императора, а также вообще не имеющих никакого отношения к политике врача, повара, лакея и служанки. К расстрелу в подвале Ипатьевского дома прямо или косвенно были причастны многие люди. Как же в дальнейшем сложилась судьба палачей царской семьи? С августа 1917 года царская семья находилась в Тобольске. Пришедшие к власти большевики поначалу вероятно не рассматривали бывшего императора в качестве соперника. Отношение к Николаю II стало меняться вместе с возникновением Белого движения и началом Гражданской войны. В апреле 1918 года в Тобольск был командирован Яковлев, наделённый полномочиями чрезвычайного комиссара. Он должен был доставить царскую семью в Москву для проведения суда. 25 апреля Яковлев вывез из Тобольска Николая II, Александру Фёдоровну, Марию Николаевну и личного врача семьи доктора Боткина. В Омске комиссар получил приказ направляться в Екатеринбург. Относительно действий Яковлева есть два противоположных мнения. Одни историки считают, что он пытался спасти царственных особ и намеревался переправить их за границу. Другие утверждают, что Яковлев ещё в пути должен был с ними расправиться. Крушение поезда, убийство при попытке к бегству, но провалил задание. 30 апреля Николай II, его жена и дочь были доставлены в Екатеринбург и помещены в так называемый Ипатьевский дом по имени бывшего владельца. Для охраны были наняты 33 человека из местных рабочих. 22 мая охранная команда была поселена в нижних этажах дома, а через день в особняк доставили остальных царских детей – Алексея, Анастасию, Ольгу и Татьяну. Спустя неделю в охрану было привлечено ещё 29 человек. Первым комендантом Ипатьевского дома заключения был назначен машинист Авдеев. Есть множество свидетельств, что при нём отношение к пленникам было достаточно мягким. 4 июля Авдеев был отстранён от должности и заменён Юровским, который привёл с собой новую внутреннюю охрану – 10 латышей. Так называли всех иностранцев, примкнувших к большевикам. Эти люди не скрывали своего враждебного отношения к царской семье. В начале июля местный комиссар Голощокин уехал в Москву, где несколько дней прожил вместе со Свердловым. Считается, что именно в это время он получил конкретный приказ на ликвидацию царской семьи. Согласно воспоминаниям охранника Нетребина, ещё за две недели до расстрела им сказали, что, возможно, нам придётся выполнить казнь бывшего царя, и что мы должны держать строго в тайне всё могущее совершиться в доме заключения. Официальное решение о казни было принято Уральским областным советом рабочих, крестьянских и армейских депутатов, которые возглавляли Белобородов и Чуцкаев. Председателем Екатеринбургской чрезвычайной следственной комиссии был Лукоянов, который часто замещался Юровским. В специальную комиссию по подготовке операций вошли Белобородов, Лукоянов, Голощокин, Сафаров, Войков, Сосновский, Быков и другие. По свидетельству Быкова, на предварительном совещании в областном совете был намечен порядок расстрела и способ уничтожения трупов. Палачи подошли к подготовке серьёзно. Юровский и военный комиссар Ермаков в районе Ганиной ямы подыскивали место для захоронения. Войков подготавливал серную кислоту, керосин, спирт, сукно для заворачивания трупов. Был даже привлечён специалист по сжиганию тел, чекист Павлушин. Непосредственно в расстрельную команду вошли Юровский, Ермаков, Медведев, Никулин, Ваганов и семь охранников латышей. Убийство 11 человек состоялось в ночь с 16 на 17 июля. Детали расправы и последующего избавления от тел слишком шокирующие. Подробное описание представлено в работах Детерикса, Соколова, Платонова. Жизнь всех причастных к расправе людей сложилась по-разному. Комиссар Ермаков в 20-е годы занимал пост начальника милиции в разных городах. В 1927 году возглавил одно из мест заключения в Уральской области. Считая себя настоящим героем, Ермаков часто выступал перед коллективами трудящихся и с гордостью заявлял, «Я лично расстрелял царя, царицу и наследника. Я впервые на Урале устроил крематорий». В 30-е годы Ермакову прозрачно намекнули, что хвалебные рассказы о расстреле пора прекратить. Герой угомонился и спокойно дожил до 1951 года. Ермакова похоронили с почестями, а его именем была названа одна из Свердловских улиц. На Урале до сих пор можно услышать интересную историю о Ермакове, которая, конечно, является народной байкой. Во время праздничной демонстрации 7 ноября на трибуну пролез нетрезвый старик. Он приблизился к Жукову, возглавлявшему в это время Уральский военный округ, представился расстрельщикам царской семьи и протянул руку. Со словами «Палачам руки не подаю» маршал резко отвернулся. Сам факт возникновения такой легенды свидетельствует об отношении народа к истинным и ложным героям. Юровский после расстрела царской семьи возглавлял московский район ЧК. В 1919 году был назначен председателем Екатеринбургской губернской ЧК. В дальнейшем Юровский занимал посты заведующего управлением Гохрана, начальника отдела резинотреста, заместителя директора завода «Красный богатырь», директора Политехнического музея. В 1938 году бывший расстрельщик умер от рака. Лукоянов в 1918 году был назначен председателем Уральского областного ЧК. В 1920-е годы он занимал несколько разных постов по линии печати, последняя должность – редактор журнала «Мукомолье». Умер Лукоянов в Москве в 1947 году. Никулин в 1920-е годы являлся начальником московского уголовного розыска. После войны избирался депутатом местного совета. В 1960-е годы Никулин записал на магнитофонную плёнку воспоминания. Интересная судьба сложилась у Яковлева. После доставки царской семьи в Екатеринбург его назначили командармом Урала-Оренбургского фронта, а затем командировали в Уфу на формирование второй армии. Яковлев был взят в плен белыми, но сумел сбежать в Китай. По возвращении в Москву в 1928 году он был арестован и отправлен в лагеря, участвовал в строительстве Беломорканала. Получив досрочное освобождение, Яковлев вернулся в органы НКВД и занимал руководящие должности по линии тюрем и лагерей. В 1938 году был расстрелян. Схожий конец постиг ещё нескольких палачей. В 1937-1941 годах были расстреляны Голощокин, Сафаров, Сосновский, Белобородов. Правда, обвинены они были не в расправе над царской семьёй, а в троцкизме. Исследователям удалось найти список ладышей, принимавших участие в расстреле. Вергози, Горват, Гринфельд, Надь, Фекетте, Фишер, Эдельштейн. Их дальнейшая судьба неизвестна. Есть версия, что от иностранцев попросту избавились. Неподалёку от Ганиной ямы, одной из предполагаемых мест захоронения членов царской семьи, были найдены тела пятерых мужчин в австрийской военной форме. Из числа причастных Екатеринбургской трагедии лиц, лишь один раскаялся в преступлении, хотя сам в расстреле не участвовал. Арестованный белыми охранник Проскуряков на допросе в слезах говорил, «Я сам теперь сознаю, что нехорошо это сделали, что побили царскую семью. Сделал я это по глупости и по молодости». Для того, чтобы посмотреть и узнать ещё больше интересных фактов неизвестной истории России, а также разбор выдуманных мифов, которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую, неизвестную историю России.